Большая оптическая стройка уверенно шагает по стране. Еще два года назад прокладка оптоволокна была совершенно новой технологией. А сегодня этот способ получения высокоскоростного интернета становится популярным и в Уральском федеральном округе. В проекте участвуют и два ямальских города – Салихард и Лабутнанги. Сегодня на церемонии торжественного старта большой оптической стройки в Лабутнангах работала наша съемочная группа. Репортаж Татьяна Швец. В Салихарде стройку открывали методом символичной сварки первого километра оптического волокна. В Лабутнангах этот процесс был еще зрелищнее. Заместитель главы администрации города Марина Трескова, директор Ямал-Нейнского филиала Ростелекома Константин Третьяк запустили установку горизонтально направленного бурения. Конечно, работают на такой технике профессионалы. Эта установка является инновационной с точки зрения строительства. При работе и прокладке оптоволокна машина не нарушает ни дорожное полотно, ни земляной слой почвы, ни флору, ни фауну. Ожидается, что до конца 2014 года в Лабутнангах будет построено оптики в семь раз больше, чем за два предыдущих года. На сегодняшний день оптоволокном охвачено 18 миллионов жителей России. И по словам директора Ямальского филиала Ростелекома Константина Третьяка, в 2018 году эта цифра возрастет больше, чем в пять раз. К концу этого года полторы тысячи лабутнанских семей смогут стать абонентами Ростелекома, который и предоставит им новые возможности. Оптоволокно – это новая технология. И несмотря на то, что как-то уже спокойно воспринимается эта услуга и термин, я хочу сказать, что два года назад это как абсолютное новшество внедрялось в Москве, в столице. И сейчас мы уже строим активно и на Ямале. 12 городов уже охвачены, в том числе и Салихард в Лабутнанге. Поэтому хорошее событие. Хочу еще рассказать, что оптоволокно – это не только один интернет, это масса услуг, начиная от интерактивного телевидения, облачных технологий, это центры обработки данных и так далее, и так далее. Это огромное количество услуг, которые может оказывать компания Ростелекома. Подключение к высокоскоростному интернету будет совершенно бесплатным, а стать абонентом новой услуги можно будет в октябре-ноябре месяца этого года. Татьяна Швец, Максим Мячин, программа «Время местное».